Первое в этом году заседание Совета традиционно началось подведение итогов прошедшего года. Их озвучил глава администрации Нефтекамска Радмир Мавлиев. В 2020 году пришлось пройти немало испытаний. Борьба с коронавирусом, дистанционное обучение – сложная экономическая ситуация. Но благодаря командной работе удалось со всем справиться, а по некоторым показателям фиксируется рост. Оборот организации по крупным и средним организациям составил более 74 миллиардов рублей. Это почти на 9% выше показателя 2019 года. В региональном конкурсе достижения года мы стали победителями в номинации «Демографическое благополучие». Сегодня мы четвертый город в республике по честности населения. Наша цель к 2024 году стать третьими. К сожалению, есть и антирекорды. Уровень безработицы составил 5%, а в сентябре 2020 года доходил и до 6%. Необходимо плотно работать с центром занятости и предприятиями, чтобы выйти на докризисный уровень, подчеркнул глава города. Но улучшать показатели нужно продолжать по всем направлениям. В этом году реализовывать качественно все те программы, которые уже в Нефтекамске реализуются, строительство дорог, выполнять качественно срок. Задача – приступить к модернизации системы здравоохранения. Мы уже неоднократно поднимали вопрос недостатка медицинских учреждений в Нефтекамске. Он очень остро стоит, и нам нужно работать над привлечением кадров, в том числе расширять программы поддержек для наших врачей, участковых терапевтов, чтобы привлекать молодые кадры, ну и, конечно же, опытных в наш город. Присутствующий на заседании руководитель администрации главы Башкортостана Александр Седякин признался, что были сомнения по поводу назначения главой такого молодого мэра. Но сегодня, видя результат, понимают, что сделали верный выбор. И, безусловно, республика продолжит поддерживать Нефтекамск. Такой активный молодой глава, такая хорошая, работоспособная команда, нацеленная на результат. Конечно, когда есть команда, тогда хочется помогать. Во всех смыслах Нефтекамск здесь передовой. И по демографии здесь положительный прирост за счет миграции есть. И развитие производства, и огромный нефас, и спортивная жизнь кипит. Поэтому будем не только помогать, но и личным участием показывать, что республика рядом. О решении одного из самых волнующих горожан вопросов уже не за горами, пообещал Александр Седякин. Вижу вашу озабоченность по отсутствию бассейна полноценного. Над этим проектом мы работаем. Я думаю, решение будет, учитывая, что в 310-м указе ради Фарича предусмотрено строительство 25 больших полноценных бассейнов на территории республики. А учитывая амбициозные задачи стать третьим по численности городом, понятно, что один из этих бассейнов совершенно очевидно будет в Нефтекамске. Черт, второе решение будет найдено в этом году или в следующем году. Завершилась встреча награждением передовиков производства и тех, кто поднимает престиж города далеко за его пределами. А предприятия и организации Нефтекамска презентовали Александру Седякину свои успехи. Полную версию заседания Совета городского округа мы покажем в пятницу в 22.00, а также в субботу в 13.00. Марина Медвинская, Никита Веприков, Ильгиз Мениханов. Время новостей.